Тигран, язык не поворачивается сказать. Добрый день, приветствую вас. Первый вопрос. Странная формулировка завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Власти Нагорного Карабаха принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. Как будто это россияне начали военную операцию против армян в Карабахе, а не Азербайджан. Что вы об этом думаете? На самом деле так и есть. Как это ни поразительно, на варе шапка говорит, как гласит одна старинная русская пословица. Это действительно совместная операция, по крайней мере совместная операция. Здесь Азербайджан один бы этого не сделал, потому что Азербайджан находится еще и под большим давлением Запада. Но бонусы предложены России сильнее. У России были вполне определенные резоны, у Путина были вполне определенные резоны сделать то, что сейчас происходит. А происходит в Карабахе то, что я называю патриоцит. Сто лет назад резню армян в Турции один польский еврей, Рафаил Лемкин, юрист по образованию, назвал словом геноцит. Он был потрясен, что в юридической терминологии нет слова, обозначающего убийство целого народа. Так вот то, что происходит сейчас, я называю патриоцит, то есть это убийство Родины. Потому что речь не о территории. Как и война в Украине, это не война за территорию. Это война против цивилизации, против украинского языка, культуры, против украинской идентичности, против самого понятия быть украинцем. Это происходит время от времени. И это не просто геноцид. Геноцид это средство, а цель патриоцит. Цель уничтожения государственности. И вот то, что произошло сейчас в эти часы, происходит в Карабахе, это патриоцит. Азербайджан является инструментом проведения этой колониальной политики России против Армении, армянского народа Нагорного Карабаха, который живет на этой земле по крайней мере 4 тысячи лет. Там стоят храмы, там находится первая школа, в которой в 405 году мисс Робмаштоц обучал детей нынешнему армянскому алфавиту. Там находится крепость Тиграна Великого, построенная в первом веке до нашей эры. Но сейчас не об истории. Сейчас о сегодняшних днях. И тот исход людей из Карабаха под российскими знаменами, эти чудовищные кадры невольно наводят на воспоминания о Второй мировой войне, о Первой мировой войне, о геноциде, конечно, о Холокосте. Это происходит потому, что у Путина идея фикс, идея фикс наказать армян, наказать Армению за попытку демократических преобразований. Неслучайно нынешний всплеск насилия и патриоцида совпал с проведением в Ереване муниципальных выборов, на которые народ, недовольный слабостью, нерешительностью и двусмысленностью политики Пашиняна, просто не пришел. 71% не пришли. И это дало возможность на одно кресло больше в составе муниципалитета набрать пророссийским партиям. При такой низкой явке они-то пришли. Не пришли люди демократически настроенные, скептически относящиеся к половинчатым реформам Пашиняна, не верящие в его искренность. И, к сожалению, мы сами себя наказали. Именно потому, что Ереван вдруг оказался неожиданно в состоянии разбонтованностировки, Путин решил, что надо устроить переворот в Ереване сейчас. Он не оставлял этой мысли никогда. И идея этой специальной операции в Карабахе следующая. Они попытаются привезти несколько десятков тысяч запуганных, нищих, окровавленных, плачущих беженцев в центр города, чтобы на эмоциональной волне народного гнева смести Пашиняна. Они забывают только одно. Ненависть к российским колонизаторам и азербайджанским оккупантам, ненависть к пророссийским прокси-коллаборационистам в Армении сильнее, чем недоверие и недовольство Пашиняна. Я не исключаю, что сам Пашинян этого удара может и не пережить. Но это не означает, что свернутся демократические реформы. Демократический процесс будет продолжен. У нас есть силы, которые помогут восстановить дисбаланс. Однако удар по Карабаху, он на самом деле нанесен не только по Еревану. Путину было важно показать не только слабость демократии в Армении и в Карабахе, и силу диктатуры Алиева и его российского союзника. Если мир сейчас, Европа и Совет Безопасности ООН, который в эти часы должен собираться по требованию Франции, по вопросу о ситуации в Арцахе, в Нагорном Карабахе, если мир не сможет, не найдет демократических инструментов восстановить патриоцит и нацит армян в Нагорном Карабахе, это будет означать поражение демократии не только в Армении. Это будет означать поражение демократии в Южном Кавказе вообще. Все видим, как отступает Грузия, все видим, как усиливается Азербайджано-Российско-Турецкий альянс, который направлен на то, чтобы через юг Армении прорваться для постройки трубопроводов с российским газом и нефтью в Турцию под азербайджанским флагом. Это необходимо Путину для того, чтобы кормить войну в Украине. Это то, что мы объясняем полтора-два года, и то, что наши украинские друзья не понимают, все сводя к территориальной целостности. Ни одна территориальная целостность не может являться оправданием геноцина. И мы постоянно пытаемся им это объяснить. Да, Тигран, я попытаюсь встать на позиции официального БАКУ. Для определенной объективности нашего разговора это сложно сделать, логика довольно сложная. Но главный аргумент Азербайджана вот в чем. Это наша территория по международному праву. Все это признают, или большинство это признает в мире. Поэтому мы можем делать у себя все, что хотим. Ну, грубо говоря, в своем доме можем бить детей, даже не своих, а пасынков. Заниматься чем угодно. И никто нам не будет указывать, что нам тут делать. Но мы обещаем также, что гарантируем права, культурную автономию армянского населения, которая проживает на территории, признанной Азербайджаном. Вы верите в то, что режим Алиева может обеспечить права армянского населения? На христианскую веру, на образование на своем языке, на просто гражданские права? Дело в том, во что верю я, Сергей. Дело в том, что Армения не имеет территориальной претензии к Азербайджану. Дело в том, что даже в советское время, когда Сталин передал в 1921 году, как нарком по делам национальностей, Ленин и Сталин решили передать на Хичеван и на Горный Карабах Азербайджан. Это старинные армянские провинции, до потопных времен. Но дело не в этом. Даже в советское время Горный Карабах был автономной областью. И по советской конституции, по советским законам, он вышел из состава Азербайджана еще в 1991 году. Но дело не в этом. У Армении сейчас нет территориальных претензий. И об этом открыто и прямо заявлял Пашинян все три года после войны. То, чего мы требуем, это безопасность и права человека для армян на Горного Карабаха. И о какой культурной автономии и уважении к армянам, даже и к своим гражданам Азербайджана. Я не знаю, как они собираются обеспечивать их права. По всем рейтингам свободы слова, политических свобод Азербайджан находится где-то на уровне Зимбабве и Северной Кореи. Но то, что сейчас происходит в Карабахе, повторяю, это геноцид и патриоцид. Как согласуются эти слова с заявлениями Пескова, Володина о том, что да, Азербайджан на своей территории может делать то, что хочет. Повторяю, территориальная целостность, на которую Армения не покушается. И ни одна резолюция ООН Армению в территориальных претензиях не обвиняла. В 90-е годы карабахская армия победила азербайджанскую, и мирный договор 1994 года был подписан командующим армией Нагорного Карабаха. И азербайджанцы об этом прекрасно знают, просто не говорят. Но то, что происходит сейчас, повторяю, это не может быть оправданно никакой территориальной целостности. Мы говорим об углахах. Я с вами немного не соглашусь с вашим утверждением, что мы наблюдаем геноцид. Да, я согласен с вами, что есть общая, так сказать, более расширенная формировка геноцида. Мы также говорим о геноциде по отношению к белорусскому народу со стороны путинского режима, России и так далее. Но, скажем так, юрист может поспорить с вами. Вот геноцид – это чисто юридическое понятие, и речь идет о физическом уничтожении народа. Естественно. Последние сутки убиты десятки человек. Да, естественно, армян убивают азербайджанцы в Карабахе. Это понятно. Но является ли их целью физическое устранение армян с данной территории? Мне кажется, что больше это похоже на этническую чистку. Также кошмарное нарушение международного права, но все-таки не геноцид. Этническая чистка, которую мы наблюдали, например, в войнах на Балканах. То есть выдавливание армянского населения с их исконных земель в территорию республики Армения. Это и является геноцидом. Я, правда, называю это патриоцидом, потому что, понимаете, убитых детей, их простить невозможно. Но рождаются новые поколения. Целью является не просто геноцид. Геноцид – убийство народа, этнические чистки, депортации, кстати, которые подходят именно под юридический термин геноцид. Геноцид – это сложный процесс государственной политики, который состоит из депортации, из убийств, из запугивания, из пропаганды, из насилия и так далее. Но, повторяю, главной целью является патриоцид – лиштение людей их родины. Вот почему я и говорил премьеру о том, что надо ввести в международный оборот термин «патриоцид», чтобы объяснить, что именно происходит. Геноцид уже недостаточно для того, чтобы объяснить происходящее. Это преступление против человечности. Как бы они это называли? Тигран, кстати, любопытно, что Рафаэль или Рафаэл Лемкин, который создал, разработал термин «геноцида», это еврей, который происходит в современной территории Беларуси. Такой вопрос. Вот, позвольте, я процитирую вам слова настоятеля монастыря Амарас, который находится в Карабахе, теперь под контролем азербайджанских военных, но сам настоятель находится в республике Армения. Он описывает состояние людей в Карабахе. Вот что он говорит. Говорит тер Сыпуха Копян, настоятель монастыря Амарас в Карабахе. Народ сломлен, хочет уйти. Как? Пока непонятно. Священник говорит, что ясно только одно. Они не хотят жить с Азербайджаном, который морит их голодом. Речь идет о блокаде, которая продолжалась в последние месяцы. Невозможно было ни ехать, ни выехать. 283. Почти год, да. А также, продолжение цитаты, сбрасывает на них бомбы с земли и с воздуха. Это был комментарий священника Акопяна из монастыря Амарас для Радио Свобода. Вот в этой ситуации, когда, скажем так, слова официального Баку о том, что они предоставляют культурную автономию, всяческие права, с одной стороны, а дела, то есть бомбы, которые летят с воздуха, это мы видим на земле, так сказать, да, и народ сломлен. Что можно еще сделать, за что можно еще побороться, как между Арменией и Азербайджаном, так и на международной арене? Что можно еще, так сказать, сохранить для армян, которые живут испокон веков в Карабахе? Можно и нужно сделать одно. Нужно ввести туда международные миротворческие силы. Потому что все это стало возможно только с согласия. И более того, под открытым давлением Москвы. Именно путинское решение наказать армян за попытку демократизации страны, за попытку вырваться из российских военно-политических союзов, ОДКБ, Евразес и так далее, именно это стоит за нынешними событиями. Повторяю, сам Азербайджан был бы не в силах и не решился бы на такую акцию, если бы не полная, тотальная поддержка Москвы. И все это происходит при молчаливом согласии российских так называемых миротворцев, которые, как мы все эти годы говорили, являются оккупантами. Они оккупанты, и Путин, как всегда, как все прежние российские властители, глубоко ошибается, думая, что он удержит там свою армию. Этого не будет. В свое время Кемаль Мустафа по прозвищу Ататюрк обманул Ленина, посулив, что Турция будет социалистической страной, и в 21-м голодном для России году, советской России, получив армию, боеприпасы с долота для войны с Грецией и Арменией. Буквально через три года россиян оттуда выкинули. И на него следующий президент обманул Сталина, став союзником Германии в войне, в Второй мировой войне. Турция же была нейтральной, она не участвовала во второй. В первой, да, в первой участвовала, но во второй официально, по крайней мере, Турция не участвовала. Она являлась стратегическим партнером, экономическим партнером, продавая Германии необходимое сырье для войны, и объявила войну Германии только 23 февраля 1945 года, за полтора месяца до окончания войны. И то же самое произошло в 1994 году, когда Ельцин спас Азербайджан тогда от неминуемого разгрома, потому что Гейдар Алиев посулил вход в СНГ, куда вошел, затем вышел. И то же самое произойдет и сейчас. Ильхам Алиев, сын своего отца, генерала КГБ, совершенно так же, буквально в считанные недели, вышвырнет оттуда путинских оккупантов, которые сейчас являются его союзниками, но которые ему больше уже нужны не будут. И чтобы спасти эту ситуацию, спасти армян и спасти демократию, нужно всего лишь одно. Нужно решение Организации Объединенных Наций о присылке международных миротворцев, которые просто... Извините, что я вам сразу репликую. Мне кажется, трезво оценивая, этого не будет. Мы знаем, что этого не будет. На это надеяться не стоит. Мы знаем, как работает ООН. И мне кажется, что для ведения такого контингента нужно согласие Азербайджана. Азербайджан почувствовал силу, безнаказанность. А зачем это Баку? Зачем это Алиеву? Зачем нужны какие-то войска, какие-нибудь нигерийские или какие-нибудь бразильские миротворцы? Им это не нужно. Мне кажется, нужно на что-то другое делать ставку. Позвольте такой еще вопрос. Путинский режим контролирует значительную часть экономики Армении. Это благодаря тому режиму, который в Армении правил 20 лет после расстрела армянского парламента. Сарксян и так далее. Марионетки Кремля. Но контролирует ли Путин сегодняшнее правительство в Армении? Вот вы говорили, что Пашиняна трон или Пашиняна кресло зашаталось. Насколько реальным вы видите сценарий, когда Путин руками бедных карабахских армян, беженцев, сметет при помощи пророссийской пятой колонны в Ереване режим Пашиняна и вернутся те темные времена, которые Армения переживала с 1999 по 2018 год? Я не сомневаюсь, что у Путина есть рычаги давления на Армению, на правительство Армении, и он им воспользуется. Нас ждет тяжелая зима. Нам отключат газ, электричество, которое контролирует Россия, поставки, которые контролирует Россия своими госмонополиями. Железная дорога будет отключена. Возможно, интернет и телефоны, которые тоже контролируются Россией пока. Пока правительство Армении не национализирует это все. Но Путин не контролирует главное. Он не контролирует армянское общество. Армянское общество в высшей степени возмущено, разъярено этой новой подлостью путинского режима. Если война 2020 года открыла глаза многим, то нынешняя сдача Карабаха российскими миротворцами, молчаливого согласия их при присутствии и попустительстве, и зачеркивает все рычаги влияния России в Армении. Россия потеряла Армению навсегда. Россия потеряла и Карабах. Потеряла ли Карабах Армения, это будет видно в ближайшие часы, потому что косовский вариант или вариант Северного Кипра, когда международное общество все-таки нашло в себе силы, не спрашивая у Сербии, например, в случае Косово, поставить там миротворцев и спасти косоваров, это было. Это было на нашей памяти. Мы все еще надеемся на то, что демократия умеет защищаться и защищать своих союзников. Тигран, позвольте я завершить наш разговор, ваше интервью, такой историей, которая со мной произошла именно на Кипре. Я в Никозе, в столице Кипра, разделенной, это, наверное, единственная столица в мире, которая разделена до сих пор бетонными блоками, колючей проволокой, и между турками и греками находятся миротворцы ООН. Так вот, там я случайно познакомился с армянином, представьте себе. Я шел по улице и увидел армянскую фамилию на магазине. Я зашел и познакомился с немолодым армянином, который рассказал историю о том, что его семья бежала из Турции, спасаясь от геноцида в 1915 году. Они бежали на Кипр. И в 1974 году ему пришлось бежать еще раз, и снова от турок. Он жил в Северной Никозии, потерял там все, и бежал в Южную Никозию, где держат небольшой магазинчик и производит сувениры для миротворца. Представьте себе. Я бы хотел пожелать, чтобы армянам больше не пришлось бежать в своей истории. А если и придется из Карабаха бежать тем армянам, то они смогут в будущем туда вернуться. Но для этого нужно, чтобы Азербайджан изменился. К сожалению, пока мы такую перспективу не видим. Спасибо за солидарность. Сейчас это, возможно, самое главное, что мы можем получить от мира. Солидарность и понимание. Благодарю вас, Сергей, за ваш интерес в эти тяжелые для нас минуты. Спасибо за интервью, Тигран. Удачи. И с Днем независимости. Может быть, самое мрачное за последние годы, но все-таки День независимости. Армения до сих пор независима. Я надеюсь, она такой же и останется, несмотря на попытки России эту независимость унизить. Я в этом уверен. До свидания. Удачи. До свидания. Спасибо. До свидания.